Разведение крупного рогатого скота, производство мяса и молока – это одна из составляющих уклада жизни селян. Сегодня в малых формах хозяйствования содержится почти 12 тысяч голов КРС. Больше половины из них – это молочное стадо. О продуктивности говорят следующие цифры. В Лобинском районе производится 38 тысяч тонн молока, почти 6 тысяч тонн мяса в год. В последнее время в Управление сельского хозяйства поступают жалобы от жителей о низких закупочных ценах на молоко. В среднем заготовители за один литр дают около 17 рублей. Мы на протяжении лет сначала пытались администрированием с коллегами, где-то просили повысить цену. Когда-то получалось, когда-то нет. Я вот вам говорю откровенно и не хочу вас обманывать, что вот сегодня рычагов у власти, в том числе и ваша власть, которая находится на местах. У нее нет рычагов, она не имеет права оказывать влияние, не давление, а влияние административное на тех, кто занимается частным бизнесом. Вот в частности все заготовители, которые закупают у вас молоко, это их бизнес, это их работа, это их заработок. Они определяют сегодня цену, которая существует на рынке. Евгений Сверликов пояснил присутствующим в зале, почему цена за сданное молоко не может быть выше. Сегодня все крупные перерабатывающие предприятия Краснодарского края закупают молоко только первого сорта. Его цена колеблется от 19 до 22 рублей. Как показывает практика, у владельцев личных подсобных хозяйств молоко не соответствует требованиям молокозаводов. Такое сырье готовы принимать только небольшие комбинаты. Евгений Сверликов акцентировал внимание на дальнейшее развитие партнерских отношений между заготовителями молока и тех, кто его производит. Мы их благодарим, что они у вас сегодня закупают молоко. Если бы не они, если бы не они, вот этот крупный завод бы к вам не поехал. Это без всяких преувеличений я говорю об этом. Они везут молоко на разные заводы южного региона. На совещании обсудили еще один важный вопрос – ветеринарно-эпизиотическое состояние отрасли животноводства. Производителям необходимо соблюдать требования всех норм по содержанию КРС и продукции. Говорили и о схемах проверки качества молока от ЛПХ. Главам поселения рекомендовали организовать подворные обходы личных подсобных хозяйств и провести разъяснение о правилах содержания животных. Специалисты Управления сельского хозяйства и Роспотребнадзора создадут группу для проверки законностей индивидуальных предпринимателей по закупке молока в районе. Главная цель принимаемых мер – улучшение качества заготавливаемой продукции. Наталья Литвиненко, Георгий Супов, телекомпания ЛАБА.